Туберкулез не приговор, но Одесса по-прежнему лидирует по темпам распространения этого недуга. Почему заболевают даже самые маленькие? Как распознать болезни и уберечь себя и близких от заражения? Во всемирный день борьбы с туберкулезом об этом расскажет Анастасия Кожушка. Сюда пускают немногих. Это детское туберкулезное отделение. Но если вам все же довелось сюда прийти, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Это маска, халат и бахилы. Сейчас в отделении лечатся 25 детей. От совсем маленьких, грудничков, до подростков. Их утро начинается с обязательных процедур и приема медикаментов. А лечение может длиться от 6 до 20 месяцев. В зависимости от того, насколько тяжелая форма заболевания. Врачи говорят, сейчас заразиться может любой ребенок и где угодно. Даже в садике. Но в основном это дети из неблагополучных семей. В данном случае, на сегодняшний день, это может быть все. То есть, в первую очередь, это являются плохие жилищно-бытовые условия. Это плохое питание, это постоянные стрессы. Это недостаточный уход за ребенком. И в первую очередь, это опять же контакт с кем-то, что может привести именно к заболеванию. Туберкулез не приговор, говорят врачи. Но статистика заболевания по области неутешительная. Последние три года наш регион по-прежнему лидирует в Украине по количеству больных. На сегодня у нас зарегистрирован показатель 130,8 на 100 тысяч населения. То есть, 130 человек на 100 тысяч заболевают. У нас сегодня заболели туберкулезом. Это очень большие цифры. Но на самом деле, мы приложили огромное количество усилий для того, чтобы максимально выявить всех людей, которые болеют туберкулезом, и взять их на программу лечения. Ну, а я напомню, это заболевание передается воздушно-капельным путем. Если вы замечаете за собой такие симптомы, как сильный кашель, боль в груди, повышенная утомляемость и потливость, обязательно обратитесь к врачу. Анастасия Кожушка, Алексей Филиппов, 7 канал.